МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рекордная явка в Ирландии. На референдуме жители проголосовали за отмену запрета на аборты. Почему это решение называют историческим? 33 обстрела зафиксировали на линии соприкосновения за прошедшие сутки на Донбассе. Ранены двое военных. Боевики прицельно выпустили более 30 снарядов и 120 мин различных калибров. Стреляли также из танка. О ситуации в районе Приазовье расскажет наш военкор Игорь Левенок. Это поселок Гранитное под Мариуполем. Руины промзоны. Результат ожесточенных боев в начале АТО. Тогда украинская армия вытеснила боевиков отсюда за реку Кальмиус. С того времени в Гранитном начала налаживаться мирная жизнь. Открылись магазины, заработала школа. Вражеские мины и снаряды лишь изредка беспокоили жителей. Но накануне ночью они снова столкнулись с ужасом войны. Давно уже не было таких обстрелов. Это я знаю, сколько их не было. Если мы находимся на улице, то пытаемся куда-нибудь удрать в подвал. Или я не знаю. Но вчера мы просидели в доме. Потому что у меня ребенок трусился. И постоянно дядя бум-бум, ну-ну-ну. И год и восемь. Ну как бы... Наши армейцы говорят, вражеский танк по Гранитному отстрелял полный боекомплект. Разрушено здание местной фермы. Ну вот мы можем смотреть. Вот один снаряд прилетел. Вот расстояние четырех метров. Еще один. Вот за динамией здания находится в десяти метрах. Еще прилетело туда два-три снаряда. Кроме танка, по Гранитному отработала минометная батарея противника. По мирному поселку боевики выпустили до полусотни мин 120-го калибра. Обстрел начался под вечер, когда в школе собрались выпускники. И мне было такое впечатление, что специально, именно в этот час начался обстрел. Мы включили музыку, и был первый взрыв. Наши солдаты констатируют, количество обстрела увеличивается даже здесь, на относительно спокойном участке. Причину такой активности рядовые армейцы объясняют по-своему. То ли подводки, то ли очога. И начинают беспокоить. В основном, в ДСР, но последним часом минометы включаются в работу. Игорь Левенок, Вадим Ревун, Игорь Щепят из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Легендарный бой, который войдет в учебники военной подготовки. Речь идет о первом сражении во время обороны Донецкого аэропорта. Ровно 4 года назад киборги Крапивницкого из 3-го полка спецназначения дали отпор боевикам. Сегодня защитники ДАПа вспоминали те горячие события. Донецкий аэропорт 4 года назад. Его периметр контролирует 79 бойцов Крапивницкого 3-го полка спецназначения. В три ночи боевики заходят в новый терминал, куда их запускает предатель, сотрудник СБУ. Те предлагают украинским бойцам добровольно покинуть территорию. Но наши воины отказываются. Уже утром на подмогу украинским бойцам приходит авиация. Штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8. У них крыша аэропорта выше, чем наша была. И им видно было позиции, и видели вертушки, что заходят. И один из них встал с ПЗРК и решил снять вертолет, подкрепление нашего. И наш снайпер принял решение сразу сделать полевыстрел и снять этого человека с ПЗРК. Одного убил, второго. Бой длился несколько часов. Противник понес значительные потери. Около ста погибших. Из них более 30 граждане Российской Федерации. Киборги, которые участвовали в том легендарном сражении, до сих пор помнят каждую мелочь. Ведь для большинства это был первый бой в жизни. Во время первого столкновения с нашей стороны ни одного погибшего. Легкие ранения получили лишь трое бойцов. Когда мы перезаряжались, зашли внутрь, ну от окон отошли, мне хлопцы сказали, Дэн, смотри, что у тебя такое. Я даже не почувствовал ничего. Потом видел, да, скорее всего осколочный. 242 дня именно столько длилась оборона Донецкого аэропорта. Сегодня в музее Кропивницкого 3-го полка спецназначения о тех событиях напоминают несколько сотен экспонатов. Это документы, оружие, экипировка бойцов и фотографии погибших ребят, которые ценой своей жизни удерживали стратегический рубеж. Елена Брынза, Владимир Кувакин, подробности, телеканал Интер Кропивницкий. Президент Петр Порошенко встретился с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым. Обсуждали сотрудничество между Киевом и Софией. Напомню, в 2018-м Болгария председательствует в Европейском Союзе, поэтому говорили и о подготовке к юбилейному 20-му саммиту Украины-ЕС, который состоится 9 июля нынешнего года в Брюсселе. Принциповая позиция Болгарии, в том числе и на Раде Европейского Союза, в том числе и при принятии решений о использовании санкций за невиконание минских договоренностей с боку Российской Федерации, для нас очень важна. Можно сказать, что 2018-й год является абсолютно особенным в украино-болгарских отношениях, потому что в этом году мы празднуем 100-летний дипломатичных отношений между Украиной и Болгарией. В столице состоялось заседание Национального инвестиционного совета. На него съехались представители транснациональных компаний с суммарной капитализацией почти в триллион долларов. О чем говорили, узнаете в нашем сюжете. В начале встречи Петр Порошенко отметил, в Украине уже который год устойчивый экономический рост, несмотря на значительное снижение из-за провала в экономической политике предыдущей власти, а также начавшейся войны на востоке страны и аннексии Крыма. В прошлом году показатель роста ВВП составил 2,5%. Увеличение постоянное уже девятый квартал подряд. Однако дальнейший рост, по словам президента, во многом зависит от позиции иностранных инвесторов. Мы должны увеличить темпы выше, чем света экономика в среднем. Я уверен, что с этим задачам уряд впорывается, в том числе и благодаря спильным системным реформам, благодаря, в том числе и вашим дорогим друзьям и коллегам, активной инвестиционной политикой. Приглашенные гости управляют денежными потоками в сотни миллиардов долларов. В частности, президент провел личные встречи с главой компании DP World Султаном Ахмедом бин Сулаимом. Обсуждали инвестиции в портовую отрасль Украины. С президентом компании Тюрксел Ахмедом Акча шла речь о развитии сельской медицины в украинской глубинке. У турецкой компании большой опыт в этой сфере. В то же время глава ЕБРР отметил, что Украина готова привлекать иностранные инвестиции. После ряда проведенных реформ... Благодаря вашей смелости я хотел бы использовать именно это слово. Смелости президента, смелости правительства, министрам. В любом обществе для этого необходима смелость. Так я хотел бы похвалить то, что украинская власть уже сделала. Петр Порошенко в свою очередь заверил иностранных инвесторов своей политической воле способствовать принятию закона об антикоррупционном суде. По его словам, это произойдет в ближайшие дни. Норма об этой институции является одним из главных условий сотрудничества Украины с основной финансовой организацией мира, Международным валютным фондом. Геннадий Вивденко, Вячеслав Фролов. Подробности. Телеканал Интер. В фонде гарантирования вкладов заявляют о давлении со стороны правоохранителей и ряда нардепов в деле о возврате долга, выданного скандальными бизнесменами. Братьями Сигал, бывшим акционером Надробанка. Речь идет об имуществе крупнейшего предприятия по переработке сои в Украине. Оно уже не раз подвергалось рейдерским атакам со стороны бывших владельцев. Подробности в нашем материале. 25 миллионов долларов. Именно столько еще в 2008 году бизнесмены Илья и Вадим Сигал незаконно под видом кредита выявили из своего же Надробанка. Теперь банк находится в стадии ликвидации. Однако экс-владельцы не только не вернули долг, но пытаются возвратить себе залоговое имущество, принадлежащее крупнейшему в Украине предприятию по переработке сои – каховка протеинагра. От фонда гарантирования вкладов требуют продать его в обходы аукционов и торгов по цене в три раза ниже. Простить бывшим владельцам более 80 миллионов гривен долга. Денег, которые принадлежат вкладчикам банка. Санация этого предприятия сейчас полностью контролируется предприятием Вездикс Инвестмент Лимитед, которое находится в сфере влияния братьев Сигалей, именно тех людей, которые в свое время выдавали кредит каховка промагра, который не платится. И осуществляется давление со стороны арбитражного управляющего, который в процедуре санации есть. Осуществляется давление со стороны ряда известных народных депутатов, которые своими запросами запугивают и склоняют нашего ликвидатора к тому, чтобы она пошла на незаконные действия. В январе этого года экс-владельцы уже организовали попытку рейдерского захвата предприятия. На территорию ворвались тетушки в балаклавах, применив против охраны завода оружие. Четыре человека с огнестрельными ранениями попали в больницу. Бандитами тогда руководил следователь генпрокуратуры Александр Буковчанник. Отбить нападение удалось лишь благодаря вмешательству полиции. Общественные активисты уже не раз заявляли о том, что нужное бывшим собственникам решение принимают несколько коррумпированных судей. А попытки шантажировать фонд гарантирования вкладов длятся несколько лет. Должник вовремя не исполнил свои обязательства. Банк пытался эти обязательства принудительным образом обязать должника исполнять. Более того, по этим причинам, или в том числе по этим причинам, банк стал неплатоспособным. Фонд гарантирования вкладов, как государственный орган, пытается максимизировать для вкладчиков НАДРО банка сбор денег с тем, чтобы как можно больше раздать тем, кто пострадал в ситуации с банком НАДРО. В то же время, вместо того, чтобы выставить определенный долг на аукцион, какой-то должник шантажирует фонд гарантирования вкладов и пытается принудить его к невыгодной сделке. В фонде гарантирования вкладов утверждают, что будут действовать исключительно в рамках закона. А вот кто и за какие обещания пытается помочь скандальным бизнесменам-должникам незаконно вернуть себе имущество, в том числе шантажируя госслужащих, вопрос для правоохранительных органов. Оксана Григорьева, Вячеслав Медведев. Подробности телеканал Интер. Прокуратура Киевской области открыла уголовное производство в отношении судиху Судакиева Виктории Сиваковой. Соответствующее обращение в прокуратуру направил депутат Верховной Рады Ярослав Мускаленко. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра досудебных расследований. Судью Сивакова обвиняют в принятии решения, которым она в 2016-м признала правовые требования фирмы «Братьев Сигал» на имущество фабрики по переработке сои в Новой Каховке. Лидер радикальной партии побывал в Яблуновской школе-интернате в Черниговской области. Именно здесь политик учился в младшей школе. Олег Ляшко приехал поздравить воспитанников и педагогов с окончанием учебного года. Выпускникам вручил ценные подарки. Учителей поблагодарил за воспитание и заботу, которую они подарили ему в детстве. От вашей работы залежит доля этих детей. Дитячие спогады найяскравейшие. Вы должны дать им такие спогады, чтобы они всегда с радостью обратились к своему интернату, как я это делаю. Чтобы они всегда про вас загадывали добрым словом. Чтобы они вам всегда в жизни дянули за то, что вы для них сделали. Потому что у больших детей нет родителей. У больших детей никому сказать доброе слово и поддержать. Вероятного убийцу депутата Черкасского облсовета Сергея Гуры суд отправил под стражу. Бывшего личного охранника Гуры Николая Гончара утром этапировали в суд. Прямо из больницы в бронежилете под усиленной охраной. По версии следствия, именно он вечером 24 мая ворвался в офис депутата с двумя гранатами и пистолетом. Во время ссоры Гончар трижды выстрелил в Гуру. Две пули попали в грудь и в голову. Депутат скончался на месте. После этого, по словам полиции, стрелка ранили из травматического оружия и он потерял сознание. До сегодняшнего дня Гончар находился в больнице. Вчера ему предъявили обвинение в захвате заложников и умышленном убийстве. Я заперечу против такой постановки вопроса. Праздник футбола в центре Киева в самом разгаре. В столицу заполонили десятки тысяч украинских и иностранных болельщиков, которые создают особую атмосферу футбольного праздника. Как развлекаются фанаты перед матчем и где можно посмотреть трансляцию, знает Ксения Бровиненко. Футбольный фристайл, розыгрыши, автограф-сессии и много музыки. Так, фан-зоне на Крещатике развлекают украинских и иностранных футбольных фанатов. В день финального матча Лиги Чемпионов атмосфера в центре Киева поистине футбольная. Тут со всех сторон слышны песни и кричалки футбольных клубов. На Крещатике расположился фестиваль чемпионов. Вся улица заполнена фанатами испанского Реала и английского Ливерпуля. Я болею за Ливерпуль. Конечно, они лучшая команда. Я родился в Ливерпуле, но сейчас живу в Австралии. Конечно, буду смотреть матч на стадионе в фан-зоне Ливерпуля. Здесь же на фестивале можно сделать фото с Кубком Лиги Чемпионов. Но для этого нужно отстоять длинную очередь. Ради нескольких секунд рядом с главным футбольным трофеем болельщики готовы ждать по несколько часов. Да, это финальный кубок. Все мечтают сфоткаться, увидеть его. Но не только в фан-зонах развлекаются иностранные гости. Многие все же успели прогуляться по нефутбольному Киеву. Мне нравится в Киеве. В этой фан-зоне много развлечений. Можно гулять, пить пиво и общаться с людьми. В этой фан-зоне все вместе. Фанаты из Мадрида, фанаты Ливерпуля. Все вместе общаются и веселятся. Это очень круто. Я приехал в Украину на один день. Мне очень понравился Киев. Тут прекрасная архитектура и весь город очень красивый. Но впечатлил Киев не только фанатов. В УЕФА тоже остались довольны организацией. Да, я приехал в Украину два дня назад. Это прекрасно. Погода замечательная, очень гостеприимные люди. Посмотрите вокруг. Это прекрасный город для таких мероприятий. Всего в Киеве работает сразу четыре фан-зоны. Кроме Крещатика, окунуться в атмосферу футбола можно возле Дворца Украина, в парке Шевченко и на Подоле. А тут на контрактовой площади скоро яблоку негде будет упасть. Через полтора часа начнется трансляция финального матча Лиги чемпионов, где сойдутся легендарные клубы Реал и Ливерпуль. Ксения Барвиненко, Вадим Сверидонов, подробности, телеканал Интер. В селе Балаклея Черкасской области решили спрогнозировать результат финала Лиги чемпионов. Для этого на новом футбольном поле сельского стадиона провели поединок между учениками местных школ. Дети вышли на поле в форме испанского и английского клубов. Кто победил, расскажут наши корреспонденты. На новом поле в форме Реала и Ливерпуля, хотя и без заполненных трибун. Так школьники Балаклея готовятся к решающему поединку Лиги чемпионов. Ученики второй школы играют за англичан, воспитанники местной футбольной секции за испанцев. Для маленьких спортсменов это будет первая игра на новом профессиональном поле. Дети в восторге, ведь раньше им приходилось дышать пылью на старом стадионе. Там немножко где-то, там нужно, там оно больше, там больше скакает мяч, а тут меньше. Тут оно равное, там могут быть горбы, оно может быть, когда дождь, там очень слишком. Их тренер тоже не скрывает эмоций. Эту площадку строители сдали несколько дней назад. Сегодня официальное открытие. Николай говорит, здесь выдержаны все стандарты для профессионального футбола. Ограждение, ворота, разметка, а главное дорогостоящее искусственное покрытие. Тут очень удобно отработать технику, тактические действия. Передачу мяча. Тут очень качественная трава. Тут и крошка такая, чтобы мяч не имел такого большого отштовхования. Матч между детскими командами не зря решили приурочить к финальной игре Лиги чемпионов. Своего рода прогноз на вечернюю игру Ливерпуля и Реала, говорят организаторы. Перед поединком обязательно церемония, гимн и символическое открытие. Один, два, три. Футбольную площадку построили благодаря софинансированию из местного бюджета и целевой государственной субвенции. Стоимость стадиона почти миллион триста тысяч гривен. Выделить деньги помог нардеп Сергей Рудык и сам купил форму звездных команд. Мало, чтобы Украина принимала финал такого уровня. Треба, чтобы в финале играла украинская команда. И чтобы это стало через 10-15 лет, Треба сегодня вкладывать час, финансы, увагу, развитку детского футбола. Кабинет министров Украины за моей инициативой выдав распоряджение, Где на стадионы в межах многовиборчого округа было выделено кошти около 5 миллионов гривен. После торжественного открытия футболисты начинают матч. Уже на первых минутах мяч оказывается в воротах Ливерпуля. На детском турнире тут же вспыхивают совсем не детские страсти. После двух 20-минутных таймов захватывающего поединка Судьи фиксируют небывалый счет 14-1. Триумфальную победу и символический кубок чемпиона Водержала детская команда в форме испанского Реала. Константин Редин, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер, Черкасская область. Следующей целью для Украины после финала Лиги чемпионов в Киеве Будет проведение матча Суперкубка УЕФА или финала Лиги Европы. А потом заявил президент Петр Порошенко во время встречи с президентом УЕФА Александром Чиферином. По его словам, проведение нынешнего финала Лиги чемпионов в столице Демонстрирует доверие к Украине со стороны международного сообщества и дает дополнительный толчок для развития футбола в стране, прежде всего детского. Когда меня спросили, за кого я болею, я ответил, что соблюдаю баланс. Такая же позиция и у моей семьи. Мой сын Мика, который в прошлом играл в юношеской команде «Динамо», отчаянно болеет за Ливерпуль. Вся его комната в цветах Ливерпуля. А вот моя дочь Евгения наоборот поддерживает реал. И еще одно важное событие в спортивной и научной жизни страны. Инаугурация почетного доктора Национального университета физического воспитания и спорта Украины. На торжествах побывала Элина Зеленская. Мантия и диплом – обязательные атрибуты инаугурации. Сергей Бубка, Жанру Гэ, Шейх Альсабах и еще 23 ведущих деятеля в сфере спорта были удостоены звания почетного доктора Национального университета физического воспитания и спорта. Сегодня диплом почетного доктора вручили Адаму Рочеку. Взволнованный и счастливый президент Европейской ассоциации студенческого спорта поляк Адам Рочек благодарит за оказанную честь на украинском языке. Адам Рочек активно поддерживает развитие неолимпийских видов спорта, но главное достижение почетного доктора – создание Европейской ассоциации студенческого спорта и ее продвижение. Более 30 стран мира являются участниками ассоциации. Такой человек, как Адам Рочек, дает огромный стимул, в том числе и нашему университету, и бонус, и отдельный стимул, и продвижение вперед. Для Украины очень важен европейский опыт физического воспитания молодежи, подчеркнул нардеп Юрий Павленко. Новые учебные программы, методики, новые уроки физкультуры в украинских вузах в первую очередь должны сформировать здоровое поколение. Вместе с Европейской ассоциацией студенческого спорта мы работаем новые методики, новые подходы к учению, выхованию, к программ, как школьных, так и университетских, по формованию здоровой, физически развинутою, молодой. На торжественной инаугурации почетного доктора нашлось место и для юмора. Кто-то спросил, кто такой профессор. Это человек, который может, как заходно долго говорить, на любую тему, даже в том, о которой он абсолютно ничего не знает. Лина Зеленская, Сергей Коваль, подробности, телеканал Интер. Во французском Марселе ночью неизвестные расстреляли двух человек из автоматов Калашникова. Об этом сообщает издание Ла Прованс. Стрельба произошла около часа ночи, по местному времени нападавшие атаковали помещение местного спортклуба. Двое жертв, мужчине в возрасте около 30 лет, погибли на месте. Издание сообщает, что это, скорее всего, криминальные разборки. Это уже третья пальба в городе. За несколько недель, с начала года, в перестрелках в Марселе были убиты 6 человек. Лидеры КНДР и Южной Кореи внезапно провели еще одну встречу. Как и в прошлый раз, 26 апреля, Кин Чен Ин и Мун Джи Ин встретились в приграничной деревне между двумя Кореями. Переговоры не анонсировали. По предварительным данным, в ходе встречи лидеры обсудили предстоящий саммит между США и Южной Кореей в Сингапуре 12 июня. Напомню, 24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене встречи с Ким Чен Ином из-за враждебных высказываний. Северокорейского лидера, в свою очередь, Пхеньян заявил, что по-прежнему готов к встрече в любое время и в любом формате. Историческое решение. Жители Ирландии проголосовали за отмену запрета на аборты. Подсчет после референдума все еще продолжается, но по результатам экзит-полов за легализацию абортов проголосовали вдвое больше людей, чем против. Что это означает для страны, знает Светлана Чернецкая. Мы это сделали! Танцы и пляски на улицах Дублина. Сторонники права на выбор начали праздновать еще до оглашения официальных результатов референдума. Голосование состоялось вчера, а подсчет бюллетеней начался сегодня в 9 утра. Но по данным экзит-полов, компания за отмену запрета на аборты набрала вдвое больше голосов. Я переполнена эмоциями, очень счастлива, ведь ждала этого так долго. Это огромная победа для женщин, для мужчин и для следующих поколений. Прекрасная новость. О важности этого вопроса для страны свидетельствует рекордная явка. На участки для голосования пришло больше людей, чем на предыдущих парламентских выборах. Многие ирландцы специально прилетели из разных уголков мира, чтобы высказать свое мнение. У нас нет такой опции, как проголосовать по почте, поэтому многие вынуждены возвращаться, чтобы принять участие в референдуме. Многие студенты не могут себе позволить приехать на выходные. И я знаю, что люди помогают друг другу деньгами. Я лично купил билеты двоим и очень рад, что они смогут проголосовать. Это были долгие месяцы агитации. Ирландия – традиционная католическая страна. И ее законодательство в отношении абортов – одно из самых строгих в мире. В результате за прерывание беременности женщинам здесь грозит до 14 лет тюрьмы. Даже в случае изнасилования, инцеста или смертельной болезни плода здесь обязаны рожать. Исключение – только угроза для жизни матери. Противники абортов признали поражение, но собираются бороться дальше. Это очень грустный день для нас. До этого времени в Ирландии действовал запрет на аборты. Это была защита для матерей и спасение ни в чем не повинных жизней. Запрет на аборты закреплен в Конституции страны. И следующий шаг – отмена восьмой поправки. Теперь женщинам разрешат аборты до 12 недель беременности. А в исключительных случаях, к примеру, тяжелых пороках плода – до 23 недели. Ирландия в очередной раз показала – она отходит от консерватизма. Три года назад страна стала первой в мире, где узаконили однополые браки. В прошлом году она получила первого в истории открытого гомосексуалиста в качестве премьера. И сейчас легализировала аборты. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности – Британское бюро телеканала «Интер». Полиция Испании арестовала вора, грабившего банки на протяжении 35 лет. Правоохранители задержали подозреваемого в отеле города Хитафа недалеко от Мадрида. 66-летний мужчина совершил около 9 ограблений в разных городах страны. По словам полиции, вор не закрывал свое лицо, а заходя в помещение, угрожал пистолетом и требовал наличные. Какой подарок получила от королевы Елизаветы Меган Маркл? Кому посвятили мемориал с красными маками в США? И где устроили новый показ коллекции? Об этом и не только. Далее в нашем обзоре. Вулкан Килауэа начал извергаться с новой силой. Поток лавы уничтожил более 80 жилых домов в округе Лейлани Эстейтс, а также разрушил крупные автомагистрали. Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором предупредил о возможной опасности. Соседние острова также начали покрываться большими трещинами. Более тысячи местных жителей вынуждены эвакуироваться из зоны стихийного бедствия. В Северной Корее начали строительство туристической зоны в Пхеньяне. Государственное телевидение КНДР опубликовало фотографии Ким Чен Ына, прибывшего в район Ван Сан, где уже началась активная застройка. Во время визита лидера сопровождали генерал армии и руководители генерального политбюро. Таким образом, глава государства хочет привлечь внимание туристов. В память о героях в США открыли мемориал с маками в честь погибших американских солдат. Инсталляция под названием «Мемориал Поппи» установили в Вашингтоне. Огромная стена длиной 40 метров покрыта красными маками. Каждый цветок символизирует человека, отдавшего свою жизнь во время военной службы со времен Первой мировой войны. Новую коллекцию Диор представили в конюшнях усадьбы Шантьи, расположенной недалеко от Парижа. Дизайнер модного дома Мария Грация Кюри признается, на создание необычной коллекции ее вдохновили эскарамуза, мексиканские девушки-наездницы. Место для проведения показа тоже выбрали не случайно. Сам Кристиан Диор когда-то назвал усадьбу символом французского умения жить. На подиуме девушки позировали в жакейских костюмах и летних платьях. Новоиспеченная супруга принца Гарри, Меган Маркл, получила в подарок собственный герб. Королева Елизавета II лично одобрила дизайн эмблемы, на которой изображена часть голубого щита, символизирующего Тихий океан у побережья Калифорнии, откуда родом американская актриса. А два золотых луча, пересекающие щит, представляют свет солнца родного штата Герцогини. Вторая часть эмблемы с изображением льва – герб самого принца Гарри. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности.ua. А я прощаюсь с вами до завтра. Хорошего вам вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин